Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. В этом видео я хочу рассказать о трёх фишках в общении с людьми и, в частности, при работе с партнёрами в команде, на которые обязательно стоит обратить внимание для того, чтобы правильно выстраивать эти взаимоотношения. Какие же это три фишки? Первая фишка – это в общении с людьми, в принципе, всегда по жизни, и в том числе в общении с партнёрами в команде, необходимо соблюдать баланс решений. Что такое баланс решений? Все решения должны проистекать именно от вас. Какие это могут быть решения в общении с партнёрами? Где вам встречаться, во сколько встречаться, когда проводить встречу, какие спланировать мероприятия, в каком формате проводить эти мероприятия и так далее. И на самом деле вы выдвигаете какие-то решения, эти решения вы обсуждаете вместе со своими партнёрами, они также могут предлагать какие-то свои решения, но окончательное слово в принятии решений всё равно должно быть за вами, как за лидером, как за наставником. Следующий важный момент – это баланс информации. Ведь зачастую бывает так, что когда у нас появляются партнёры в команде, мы начинаем очень активно включаться в работу с ними и стараемся предоставить им максимальное количество информации. Нам кажется, что таким образом партнёры будут максимально вовлекаться в процесс, будут максимально брать эту информацию и, соответственно, будет максимальная отдача. А что происходит по факту? Партнёры в конечном итоге привыкают к тому, что они постоянно берут от нас эту информацию, и в какой-то степени эта информация наша, она, в общем-то, обесценивается. То есть партнёры эту информацию начинают воспринимать как должную. Они в любой момент могут написать в личку, они могут в любой момент задать вопросы, позвонить вам по телефону, например. И в итоге получается, что вы теряете свои позиции на вставника, теряете свои лидерские позиции. Вот очень важно в работе с партнёрами и, в принципе, в общении с другими людьми соблюдать баланс информации. И этот баланс информации заключается в том, что то количество, тот объём информации, который вы даёте людям, который вы даёте своим партнёрам, должно быть на 20-30% меньше того количества информации, которое вы берёте у них. То есть это должен быть взаимный обмен информацией. А как это в реале может происходить? Какую же информацию нам могут давать наши партнёры? Партнёры нам могут давать колоссальную информацию о том, что происходит на данный момент в их жизни и в их бизнесе. Каким образом это происходит? Через задавание вопросов. Например, когда партнёр задал вам вопрос, а что мне делать? Вот я сделала предложение человеку, а человек мне сказал нет. И тут мы начинаем рассказывать свою презентацию, что нужно делать, какие-то рекомендации даём, советы даём. А на самом деле, каким образом нужно поступить? Нужно задать вопрос. А что ты говорил человеку? А как ты ответил конкретно на то или иное возражение? То есть нам необходимо задавать именно уточняющие вопросы. И через уточняющие вопросы мы будем получать информацию от нашего партнёра. И таким образом мы больше будем знать, что он делал. И таким образом у нас появится механизм в наших руках, как точечно мы можем ответить на его вопрос и как направить его работу в нужное русло, чтобы в следующий раз он не допускал, например, такие ошибки. То есть бразды правления, скажем так, в подаче информации, они опять же должны находиться в наших руках, и делать это нужно через задавание вопросов. Также ещё очень важный момент в том, чтобы давать информацию. Вы должны быть доступны, ваше тело должно быть в доступе не все 24 часа. Вам необходимо давать информацию вашему партнёру, во-первых, с точки зрения её срочности и важности, а во-вторых, с точки зрения, как вам удобно, в какой момент предоставить эту информацию. Не надо бросать все дела, если поступил вопрос от партнёра, а вы действительно занимаетесь чем-то более важным. А вопрос требует не слишком какой-то срочности, да, то есть вы можете на этот вопрос ответить чуточку позже. И, естественно, не надо всё бросать и бежать срочно прям давать ответ на этот вопрос. И опять же, не давать ответ на этот вопрос, а сначала задать ваши уточняющие вопросы, получить информацию от вашего партнёра, а уж затем грамотно ответить на его вопрос. И третий очень важный момент – это давать задания. Любое ваше общение должно заканчиваться именно заданием. Что я имею в виду? Банальный пример. Вы зарегистрировали новичка. Вы дали ему информацию, как сделать заказ, как оплатить заказ, где его получить и так далее. Рассказали ему про все акции, подарки и прочее. И на этом, конечно же, ваш разговор не должен быть завершён. А чем он должен быть завершён? Конечно же, вам нужно дать задание этому новичку. Вам нужно сказать, что если ты хочешь зарабатывать деньги в этом бизнесе, то всё начинается с первого шага. И этим первым шагом является сделать заказ. Почему это важно? Потому что первый шаг, который мы делаем в этом бизнесе, в сотрудничестве с компанией Фоберлик, это, конечно же, познакомиться с продукцией. У нас очень широкий ассортимент. У нас более 8000 номинований. 17 линеек продукции по четырём основным направлениям. У нас реально есть что попробовать. И на самом деле у нас продуктовая компания. И товарооборот образуется именно через обращение товаров, через круговорот товаров между компанией и клиентами. По-другому товарооборот не образуется. Раз мы участвуем в образовании товарооборотом, то мы должны хорошо знать и продукцию. И поэтому, конечно же, первое, с чего мы начинаем, это сами знакомимся с продукцией. Каким образом это можно сделать? Да просто зайди в свою ванную комнату, зайди на кухню, посмотри у себя косметички, что у тебя закончилось. И сделай заказ в компании вместо того, чтобы ходить в обычный магазин. Просто смени магазин. И таким образом, предоставляя ему такую информацию, объясняя, почему это важно делать, мы даём ему задание. Мы говорим, ну вот смотри, я тебе сейчас скину электронный каталог, ты его полистай, посмотри, сориентируйся, что тебе там понравится, сопоставь с тем, что у тебя уже закончилось в доме, и ты без того пошёл бы приобретать в обычном магазине, и составь себе такой списочек. А может быть, ты уже сейчас попробуешь закинуть эти товары в корзину, попробуй сформировать этот заказ. Если всё у тебя получится замечательно, вау, ты большой молодец, потому что ты правильно усвоил вот эти рекомендации, которые я тебе выше дала. Всё, первый шаг сделан. Если у тебя вдруг что-то не получится, возникнут какие-то сложности, конечно же, обращайся ко мне, я тебе помогу. Всё, мы дали задание человеку, при этом нам обязательно нужно очертить определённые сроки. Мы говорим, хватит тебе на это один-два дня, за сегодня-завтра сориентируешься, сможешь сделать заказ. То есть сразу мы ставим его в определённые временные рамки. И так вообще в принципе в работе с любым партнёром, это я сейчас вам такой наглядный пример привела с новичком, я знаю, что многие испытывают затруднения, а как мне человека смотивировать на то, чтобы он сделал заказ. И то же самое касается и рекрутинга, когда мы дали нашему партнёру информацию о том, что нужно сделать для того, чтобы пойти и пригласить человека, то при этом мы тоже говорим задание. Вот смотри, я тебе сейчас рассказал, как это нужно сделать, твоя задача теперь вот за сегодня-завтра пойти и сделать предложение, например, двум-трем своим знакомым. Или, например, опубликовать в социальных сетях пост с такой-то информацией. То есть мы всё равно даём задание и помещаем его в определённые временные рамки. Вот такие три лайфхака. Ещё раз обозначу, это баланс решений, баланс информации и дать задания. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк по данным видео. Если вы не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. А для тех из вас, кто хочет строить свой бизнес, сотрудничество с компанией Фаберлик, конечно же, я приглашаю вас в нашу команду Фаберлик Реалити, где вы получите качественное обучение, станете профессионалом в сетевом бизнесе, потому что мы предоставляем такое обучение. Для вас я разместила ссылочки по данным видео на своей социальной сети. Вы можете написать мне в личку. С вами пообщаемся на темы бизнеса, а дальше уже посмотрим, насколько мы подходим с вами друг к другу. Если все звезды совпадут, welcome в нашу команду Фаберлик Реалити. На этом говорю вам всем пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Субтитры сделал DimaTorzok